Всем привет! Сегодня немножко у нас будет о психологии. Хочу с вами о таком феномене поболтать, да? Есть такие тесты определенные, их вообще в принципе много, но, короче говоря, если вам закрыть глаза, например, да, и положить в руку, ну не знаю, что-то весом 100 грамм, да? Один человек скажет, это около 100 грамм, может угадать, да? Другой человек скажет, что я чувствую здесь 50 грамм, не больше. А третий человек, он почувствует, ой, да тут, наверное, полкилограмма, как тяжело. Один и тот же предмет, один и тот же вес. Но у людей отношения, да, и чувство, вот это ощущение этого веса, тяжести будет совершенно разное, да? Не задавались вопросом, а почему? Потому что некоторые люди живут, у кого психологический, психический баланс в психике не нарушен, они адекватно оценивают время, вес каких-то предметов, да? Люди, которые через негатив живут, у которых тяжелая жизнь, которые недовольны своей жизнью, у них дисбаланс идет в сторону такую, может быть, депрессивную отчасти, да, негатив. Они будут чувствовать это тяжелым, они будут видеть из любых мелочей проблемы. Им, в принципе, жизнь тяжелая, и время у них длится по-другому, да? И они скажут, о, как долго длится этот час, уже вечность прошла, да? Есть другие люди, более позитивные, более легкие по жизни, и эти же 100 грамм они будут чувствовать как, мм, 50 грамм, ой, а эта минута пролетела как 15 секунд. Есть еще такой тест на время, это тоже очень-очень сильно показательно. Если вам интересно, можете с родственниками, с друзьями своими провести такой тест. То есть нужен один секундант и несколько испытуемых, да? Мы, скажем так, засекаем время, ну, 10 минут, ну, можно и 5, в принципе, да? Промежуток времени должен быть секундант, который четко говорит, когда началось и когда закончилось время. Другие люди с закрытыми глазами начинают, скажем так, внутри себя отчитывать это время, да? И можно делать такие пометки на листочке, например, ты не просто считать 1, 2, 3, 4, ну, это, в принципе, так и можно, да, считаешь, но лучше вообще без этого даже подсчета по ощущениям, скажем так, вот, так, минута закончилась, делаешь галочку, минута закончилась, то есть отчитываешь эти 5 или 10 минут, сколько у вас там условно, вы договорились, промежуток времени. Вы удивитесь, когда, чем больше выборка, чем больше людей будет, тем разные результаты у вас получатся. Это очень показательно, например, в школе сделать или у студентов в группе, когда именно группа людей разных есть. В семье там, ну, хотя бы 3-4, минимум 5 человек-то должно делать, это очень показательные результаты будут. Когда 2, ну, это не так интересно человека. Так вот, когда вы увидите результаты, вы обалдеете. Кто-то будет считать, что эти 5 минут прошли для него как 10, 15, он посчитает. Либо кому-то очень быстро, там, за 3 минуты он посчитает, 3 минуты отметит, а на самом деле 5 прошло. И даже эмоции будут, когда откроют глаза, ой, я чувствовал, что время шло так быстро. А другой скажет, ой, это так было, тянулось долго, я ждал, когда эти 5 минут закончатся. Потому что ощущения жизни, тяжести жизни, времени, течения времени разные. И если это анализировать, у этих людей и разное отношение к жизни будет, к ситуациям вообще, их психика по-другому работает, по-разному. Человек, у которого все быстро было, ему показалось, что время пролетело быстро, недостаточно его было, у него и так, и по жизни все в руках горит, все у него быстро. Он более, скорее всего, может быть, через позитив, он не обращает внимания на какие-то негативные моменты. Якорей у него гораздо меньше, которые у якоря-то тянут вниз на негативе. Но это может быть, знаете, такой человек поверхностный, по вершкам, побыстрее. Может что-то бросать, не доделывать до конца. Он может быть необязательным при этом в работе, может быть не очень исполнительным. Либо исполнительный начинает делать, но не доводить свои дела до конца. Все по верхам, по верхам, побыстрее, побыстрее. Его жизнь идет быстрее, ему нужно быстрее успеть. Но другой человек, которому это будет время казаться не 5 минут, блин, а 10 и 15, все долго. Это человек более медлительный, более спокойный, более негативный. Какой-то конфликт, ситуация, негативное происшествие, это будет для него трагедия, катастрофа. Он будет видеть больше негатива, чем оно есть на самом деле. Приукрашивать эту ситуацию в негативном ключе, который какая-то происходит. Этому человеку все тяжело. Он возьмет 100 граммов, будет казаться полкилограмма, тянуть вниз. Человек более озлобленный, более медлительный, фокусируется на негативе. Возможно, какие-то у него есть предпосылки к депрессиям, депрессивным настроениям, тоже вполне возможно. И нейронные процессы в его голове могут быть гораздо медленнее, медлительнее происходить, деление это все, импульсы. И сам человек по себе такой. Вообще, как это вам может помочь, если вы ощущаете таких людей? Потому что есть люди, которые в жизни воспринимаются через позитив, таких гораздо меньше. Есть люди тяжелые, которые живут и воспроизводят информацию, энергию вокруг себя через негатив. И они так живут всю жизнь. Они не хотят, возможно, этого менять. Бывают моменты, когда люди меняются, меняется их психика. Это могут быть различные ситуации какие-то, какие-то события в жизни эмоционально. Когда человек перестроился, либо поменялась его жизнь таким образом, что образ жизни стал другим, либо психика его поменялась. Что-то с ним такое произошло. Но это однозначно какой-то эмоциональный, ситуационный всплеск. Что, как говорится, я поменял свою жизнь. Из-за разряда «я жил так-то, так-то, попал в аварию или серьезно заболел», оценил жизнь, ценность ее понял и начал жить по-другому. Начал по-другому. Вот это те случаи. Относиться к жизни легче, позитивней, не обращая внимания на негатив. Это все мелочи, это не важно. Важно, там, семья. Ценности меняются у человека. Но есть те люди, которые всю жизнь, даже если у них происходили такие негативные потрясения серьезные, когда кто-то переосмыслил, но есть категория людей, которые не переосмыслят, они все равно продолжают жить всю жизнь. Вот так вот вязнуть, буксовать. Для меня это ощущение, знаете, какого-то тяжелого многотонника Камаза, который везет в грязи какой-то груз. И его колеса вот так вот постоянно пробуксовывают, пробуксовывают. И выехать на асфальт из вот этой непогоды, из плохих условий дорожные никак не могут. И такой человек всю жизнь в негативе и в грязи буксует, буксует, буксует. От вас зависит, какие люди в жизни рядом с вами. Вы выбираете свое окружение. Когда говорят, родители не выбирают, да. Родиться в какой семье не выбирают. Но даже вырасти из семейных отношений, ваших родительских, детских, вы там становитесь свободной единицей в обществе, уходите от своих родителей, из родительского дома, строите свою жизнь и свою семью. Вы все равно выбираете, если у вас были плохие отношения с родителями, общаться с ними или нет. Есть определенная проблема людей, когда родители их притягивают, чувство вины навешивают, обязанными за собой. Короче, у них плохие отношения с родителями негативные, родители их притягивают и заставляют, скажем так, нести бремя, заботы о них и все прочее. Но эту ситуацию тоже, в принципе, можно разруливать. Просто многие люди даже не в курсе, что как себя можно вести со своими негативными родителями. Но сейчас не об этом. Я к тому хочу привести, что вот на работе, среди друзей, не знаю, ходите в спортклуб, или учитесь вы в институте, коллеги, ну вообще любое окружение социальное, вы можете считывать таких людей и тянуться более к легким и позитивным людям и выбирать, чтобы рядом с вами не было таких людей, которые тяжеловесные, как КамАЗ в грязи, постоянно пробуксовывают и никак на асфальт выехать в своей жизни не могут. Они всю жизнь вот так вот будут буксовать и своей вот этой пробуксовкой вас будут затягивать в подобные ощущения, поведение. Или просто вы бессознательно будете перенимать от них такой вариант поведения, или смотреть будете так... Это не скажу, что вас кардинально поменяет в жизни ваши взгляды, но влиять на них чуть-чуть будет вот в этой окраске, когда рядом с вами такой человек. Помогать кому-то, изменить себя, например, ой, у меня есть сейчас много кто-то напишет, а у меня такой родственник, сестра, мама, папа, а у меня коллега на работе с ней выносимо общаться, она вот такая вот, как этот тяжеловесный КамАЗ, постоянно буксует, невыносимо с ней общаться, но в силу работы мы общаемся. Как ей помочь? Не надо никому помогать, понимаете? Все, что происходит в жизни другого человека, не касаемо вас, к вам не относится. Помогать этому человеку не надо. Все, что с ним происходит, его все устраивает. Надо обратиться на себя, внимание, да, в этой ситуации, когда вы говорите, я хочу этому человеку помочь, он вот такой негативный. Надо в этой ситуации обратить внимание на себя. А почему меня это задевает, да? Я не могу поменять жизнь другого человека, его, возможно, все устраивает, но я могу поменять свое отношение к этому, либо поменять свою работу, либо свой круг общения. Не общаться с этим человеком? Вы скажете, ну все же остальное в порядке, зачем менять вот это общение с человеком, ну как бы предательство другое. Но вы формируете окружение вокруг себя, от вас зависит, кто рядом с вами. Если вам в вашем окружении такой негативный человек, то значит, вам это зачем-то нужно, вам это в какой-то части приятно. Если неприятен, не считайте зазорным и неправильным и предательством каким-то расстаться с этим человеком. Нормальная работа психики, когда что-то негативное, неприятное происходит, это либо отвергать, избегать, менять. Менять себя на негативное восприятие извне. Негативные какие-то люди неприятные рядом, я с ними перестаю общаться. Не думайте, что это плохо или предательство, это нормальная форма реакции. Если у вас, например, в жизни была такая подружка, и вы каким-то образом в ваших пути разошлись, и вы понимаете сейчас, у вас чувство вины, вам можно, я была не права, я с ней перестала общаться, не вините себя, это нормально. Это просто действительно не ваш человек, не такая она, что вам была и подружка. Что вы друг другу не подходите. У вас разные, например, у вас позитивно по жизни, вы легкий человек, вы перерабатываете энергию позитивную, это ваш моторчик. Она, например, была человеком из негатива, который живет на негативе, питается им, перерабатывает и выдает все равно негатив. Вот такой у нее моторчик был. Вы просто друг другу не подходите. Вины вашей в этом никакой нет. Всю нашу жизнь рядом с нами приходят и уходят люди, поток людей идет. И это нормально, потому что наша психика взрослеет, стареет, опыт набирается. Мы меняемся, психика меняется. И вокруг нас меняется круг общения. Это нормально. Потому что у меня есть люди, которые пишут, винят себя. Дело не в том, что вы что-то плохое сделали, просто у вас, в принципе, низкая самооценка, и вы начинаете винить себя. Что вы думаете по этому поводу? Напишите ваши комментарии. Я считаю, что в ваших руках изменить себя, если вы хотите, если чувствуете, что вы такой негативный человек, вы можете себя изменить, больше фокусироваться на позитиве, не придавать значения каким-то негативным, плохим ситуациям в жизни, и начать мыслить позитивно. Вам это просто жить будет легче, и вы не будете чувствовать груз ответственности, груз какой-то тяжести, груз вообще за свою жизнь на своих плечах. Что вы думаете по этому поводу? Были ли у вас такие перемены в жизни? Напишите в комментариях. Спасибо за внимание всем.